В период карантина работа учреждений культуры в онлайн-режиме стала хорошим выходом как для культработников, так и для тех, кто занимается в кружках и студиях. Наша съемочная группа побывала в сельском доме культуры Анастасиевский, который активно работает, используя современные информационные технологии. Как известно, те, кто участвует в самодеятельности, увлекаются декоративно-прикладным творчеством. Это люди активные и неравнодушные, и в любых условиях они будут стремиться заниматься любимым делом. Помочь всем увлеченным творчеством призваны работники сельского дома культуры. Все, что возможно сделать в условиях карантинных ограничений, они делают. Работать хочется, очень скучаем по живому общению, потому что культура – это глаза в глаза, то есть зритель, артист, сцена, мероприятия. Этого всего очень не хватает. Но, тем не менее, мы постарались каким-то образом все это перенести в онлайн-режим, на дистанционную работу. Все руководители кружков и детских, и взрослых, независимо от возраста, некоторым пришлось, конечно, я имею в виду нашим старожилам дома культуры, подучиться немножко. Всем, кто еще не освоил самые современные гаджеты, информационные технологии, пришлось срочно это делать. В WhatsApp были созданы группы как самого дома культуры, так и его кружков и коллективов. Наши руководители проводят мастер-классы, репетиции, занятия, даже мероприятия. И что радует, что есть обратная связь, потому что понятно, что и люди, и дети особенно, они тоже скучают. Вот, как было раньше, такой ритм жизни, постоянное мероприятие. У нас таких затяжных отпусков, конечно, никогда не было, можно сказать. Но мы стараемся тоже не скучать, совершенствуемся сами. В Инстаграме ежедневно выкладывается свежая информация, проводятся викторины, конкурсы, флеш-мобы. Одна из самых популярных студий для юных анастасиевцев – хореографическая студия «Млечный путь». Конечно, хореография – это прямое общение, необходимый живой пример и эмоциональное действие. Ну и дистанционно можно работать, хотя это очень нелегко. Я снимаю ролики, если мне нужна помощь, то есть какие-то элементы я не могу показать сама, то я приглашаю какого-то одного ребёночка, и мы записываем урок, выкладываем это всё в группы WhatsApp по возрастам. Естественно, эти группы разбиты. И детки изучают урок, выполняют те или иные упражнения и присылают мне результат. В Инстаграме мы недавно запустили марафон под хэштегом «Танцуй добро Славинск». И в этом марафоне приняли участие не только дети из нашей студии, а также замечательный коллектив «Меридианы» Станицы Петровской тоже поддержал нашу идею. Правильная речь, умелое владение искусством слова в наше время важны, как и всегда. Поэтому вполне объясним интерес ребят к участию в разновозрастных студиях развития речи. «Связываемся два раза в неделю, проводим занятия с родителями, совместно родитель сидит тоже, помогает ребёнку, если я что-то не могу сделать, потому что там где-то поправить язычок, где-то подержать что-то, и отслеживает правильность выполнения заданий. Презентации используем сейчас, демонстрируем экран, учимся работать именно с компьютером, что детям очень интересно. Но опять же, там же есть лимит времени, не более 15 минут для детских глаз, поэтому мы это делаем совместно с упражнениями». Преодолевая трудности, сотрудники сельского дома культуры Анастасиевский успешно продолжили свою работу в новых условиях, стараясь сделать жизнь своих земляков такой же интересной и насыщенной, как это было и раньше. Работники культуры готовятся к продолжению своей работы в обычном формате, когда эпидемиологическая обстановка в нашем крае полностью нормализуется. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжение следует...